Десятая школа пустует. Учебный процесс был прерван еще в конце прошлого года. Из аварийного здания ребят оперативно переселили в соседнюю седьмую школу. И с этого момента педагоги и ученики начали ждать возвращения в родные стены. А произойдет оно только после капитального ремонта здания, подготовка документации к которому идет полным ходом. На сегодняшний день мы ждем, когда будут переданы, проверены все документы в Минэкономразвитии Нижегородской области. И будем надеяться, что решением губернатора и Министерства образования начнется все-таки капитальный ремонт. И будут выделены средства на капитальный ремонт десятой школы в этом году. Пока ученики десятой и седьмой школ ютятся в одном здании, другие и вовсе учатся в две смены. С разрастанием нового района рядом с третьим КПП желающих учиться в одиннадцатой школе с каждым годом становится все больше. На сегодняшний день сюда уже подано 90 заявлений от родителей будущих первоклассников. В новом учебном году планировалось открыть три первых класса. Теперь ходят разговоры, что их станет четыре. Школа нам очень нужна. Более того, нам очень нужна школа и в 15 микрорайоне. Потому что микрорайоны разрастаются, 21-22, и там не хватает объемов для предоставления места всем деткам. По проекту новая одиннадцатая школа будет рассчитана на 600 учеников. Здания и прилегающие территории оснастят спортивной инфраструктурой, бассейном, спортивными залами и стадионом. Также планируется, что школа будет полностью оборудована для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день ждем положительное заключение государственной экспертизы по одиннадцатой школе для того, чтобы она была включена уже в инвестиционную программу. Разговоры вокруг строительства нового здания одиннадцатой школы ходят уже давно. Но на сегодняшний день до сих пор неизвестны ни сроки, ни другие конкретные факты. По прогнозам, количество детей школьного возраста в этом районе будет увеличиваться с каждым годом. Очевидно, что прежнее здание просто не справится с таким потоком детей. Сколько еще ребятам придется учиться во вторую смену, пока неизвестно. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.